Можете жопой коня накрасить, спаясь вот лицом в пол, и все, типа, вы будете идеальны, прекрасны. Я бы хотела, чтобы это видео было не очень длинным. Трем подписчикам гостям, я Джетли, и сегодня... Вообще, я не думала снимать это видео, потому что просто заказала кисти, некоторые принадлежности для визажа. Но как-то так исторически сложилось, что других я крашу немножко лучше, чем себя. Вот, короче, я заказала из Manly Pro немножечко кистей и всяких штук, которые мне были нужны. И я бы не снимала, в принципе, это видео, если бы коробочка не была достаточно... Блин, как-то сказать, короче. Если бы в этой коробочке не было небольших подарочков, потому что эти подарочки меня что-то прямо как-то порадовали. Разумеется, я кисточки уже достала, я их уже опробовала, там некоторые подарочки тоже поюзала. Но, в принципе, это как бы не смертельно. Я вам все равно все это покажу сейчас. Короче, прибыло у меня вот такой вот коробочки. Конечно, было все лучше запаковано, типа абсолютно все было абсолютно лучше запаковано. Но так как я просто покидала все обратно, буду показывать в том порядке, в котором сейчас лежит. Короче, мне дали вот такой вот подарок. Так, это полотенце для кистей косметических, да? Для косметики и кистей. Ну, я не знаю, на самом деле, для какой косметики может быть применено полотенце. Если вы знаете, напишите об этом в комментариях, потому что, ну, типа, блин, разве салфетками не лучше все это делать? А вот полотенце для сушки кистей, это да, это тема. Ну, и, разумеется, на самом деле она открывалась по-другому. Это просто не мы такие, жизнь такая. Ну, я обрезала, короче, до зип-полоски. Вот, давайте попытаемся это открыть, а она не открывается. Зачем я это сделала? Ай, блять, помогите, помогите, помогите мне. Вот, все открылось. Вот, короче, там вот такое полотенчико с логотипчиком, собственно говоря, Менлипро. Вот оно вот такое большое, можно просто не краситься, можно положить его на лицо, завязать, приклеить скотчем и идти на работу, потому что все равно ваше страшное ебальце. Вот так будет красивее. Да, не умею, я шутить. Короче, оно из микрофибры, оно очень классненькое, особенно если его простирать. Не знаю, пахну я или пахнет полотенчиком, но пахнет приятно. Короче, чем-то очень интересным, таким косметическим. Как будто духи какие-то такие цветочные, с нотками каких-то ягодок, типа клюквы, наверное. Вот логотипчик, на них, на этих полотенчиках очень хорошо сохнут кисти. Не знаю, правда, они всем заказы дают эти полотенца или нет, или это только месяц такой был, что типа заказывали. Сейчас, на минуточку вклинюсь с тем, как ко мне криво шла посылка. Но вот это, ну, конечно, единственное, да, что меня немножко не порадовало. Но в остальном у меня все прям, прям все, все было замечательно. Ну, просто сразу выскажу небольшие претензии, да, которые мне возникли. Потому что, во-первых, посылку прислали не на ту почту, на которую должны были прислать, а прислали, ну, короче, вместо, докуда добираться два часа. Докуда? Куда? Куда нужно добираться два часа, короче. Два часа, блин, о, это так близко. Ну, типа, индекс отличается всего на две цифры. Конечно, у меня же столько времени, чтобы идти на почту, на которой два часа идти. И еще столько же обратно, да? Ну, потом мне еще три дня посылка шла на нужный адрес. Ну, туда она тоже за три дня дошла. И я, в принципе, надеялась ее тогда получать, потому что у меня тогда было это, того этого, короче. Мне надо было накрасить человека. И я думала, что вот сейчас вот новые кисточки, я их протрую салфеточками от Manly Pro с бергамотом, типа, которые дезинфицируют. Вот. И, типа, все, ок будет. Ну, конечно же, кисти после получения надо сразу мыть до применения. Это не обговаривается. Вот. Дальше, дальше. Давайте пройдемся по кисточкам. Немножко по кисточкам. Я вот сейчас заодно тубус открою и покажу вам, какие кисти ко мне пришли. Потому что, ну, типа, у меня их сейчас довольно много. И с Алиэкспресс, как вы помните, если вы помните, я делала обзоры на кисточки. Я их правда делала, да? Ну, я надеюсь, что да. Короче, у меня остались только две вот этих. Потому что вот это для пудры не применяется, но зато очень хорошо растушевывает тональное средство. Если вы с ним переборщили, конечно, надо где-то тушевать. Так, ну, чтобы не, ну как, не тратить салфеточки. Ну, просто берете вот эту кисть и втушевываете. И она прекрасно съедает весь тональный клишний. И, типа, все замечательно. Блин, у меня кисть из енота немножко попортилась. А вот эта кисть для хайлайтера, она, кстати, весьма неплохо его наносит. Потому что она мягкая. Ну, можно ее еще вот так вот сжать. И тогда вообще отлично будет. Так, ладно. Сейчас расскажу, что еще не понравилось. Ну, это нормально для Manly Pro. Это просто я сравниваю с Limani. Кстати, кисточка от Limani. У меня их несколько, на самом деле. Ну, я вам... Или я уже покажу вам их. Короче, это превратится, может превратиться в обзор моих кистей. Давайте так. Если вы хотите обзор моих кистей, вы напишите об этом в комментариях. И я сниму просто видео, которое будет посвящено кистям для макияжа, которые у меня есть. Потому что, ну, я бы хотела, чтобы это видео было не очень длинным. Короче. Ну, как вы видите, у меня все распаковано. Кистей тут нет. Filament. Это кисточка, которую я заказала. Да, это у них лимитированная коллекция. Мне очень нравится их лимитированная коллекция, которая называется Ice, по-моему. Или Iceberg. Iceberg, по-моему. Они... Сейчас покажу, какие. Ну, это другая коллекция. Это меня просто заносит. Я хочу об этом рассказывать. Короче, вот Manly Pro Iceberg. Они вот такие вот. Тут она пушистенькая. Ну, беленькая. Она пачкается очень сильно. Тут оттенок не вымывается. Это, кстати, по-моему, рыжик с хитрым лисом. Хе-хе. Вот. Короче. Filament. На самом деле, я не ожидала от этой кисточки того, что я увидела. Но она очень хорошенькая. Короче. Кисть для подводки и бровей. Универсальная кисть для сухих и кремов текстур. Состав нейлон. Имитация козы PLA. Алюминий. Сейчас. Я надеюсь, это будет недолго. Вот она. Ой, колпачок сняла. Мне просто очень нравится их хранить во всяких колпачках. Вот. Вот. Колпачки. Вот, короче, вот эта кисть. Она очень тяжеленькая. У нее очень хорошая щетинка. И, как ты сказал, по ощущениям это как зефир? Какой зефир? Ну, короче, по ощущениям, как будто к тебе прикасаются воздушным зефиром. Я ее взяла, чтобы рисовать стрелки, потому что это очень удобно. Потому что ты можешь поставить, ну, вот на человека, короче. Просто задать ему направление. Поставить вот так вот провести штрих. Провести штрих на втором глазу. Ну, задать форму. И просто соединить. Кисть довольно тяжеленькая. Ну, вот я вот этого от нее не ожидала. Потому что айсберг, например, вот если сравнивать вот эти вот лимитированные серии. Куда я ее уже засунула-то? А, вот она. Эээ. Отдай. Отдай. Короче, айсберг, она не такая тяжеленькая. Она легкая. И по виду, ну, типа, гораздо меньше. То есть длинная ручка. Это, в принципе, удобно. Потому что ты можешь взять, как тебе приятнее, эту кисть. Вот. Дальше. Ну, я сразу выкидываю коробочки. Потому что сейчас я отсниму и все. А, кстати, вот. Я не закончила свою мысль насчет сравнения лимони и менли про. Но вот, короче, когда я делала заказ в лимони, еще когда первый раз купала кисть, вот, вот, из козы, да, это у них большая считается кисть для пудры, для румян, типа, она универсальная, для корректирования, короче, для контуринга, скульптурирования. Я заказывала кисть, по-моему, то ли среднюю, то ли маленькую. Ну, короче, рублей там за 500. И у них ее не было. И они сказали, что... Ну, они мне позвонили и сказали, что вот у нас нет такой кисти. Поэтому... Поэтому... Мы дадим вам большую кисть. Просто большую кисть. А большая кисть у них стоит в косаретках. Давайте. Типа, no problem. Почему бы и нет. Вот. А в менли про мне сказали просто, типа, либо вы выбирайте. То есть товар на ту же сумму, либо вы выбираете товар там подороже и доплачиваете. И отказали. Сервис Лимани. Сервис Лимани. Но у Лимани на самом деле не все так гладко с кистями, поэтому все нормально. Вот. Далее. Ну, как бы просто упаковочка, да? Вы видите, просто упаковочку. Но на самом деле это вот такая кисточка. Там видно, не видно? Видно. Да? Короче, называется кисть круглая для растушевки теней. Маленькая. Используется для растушевки теней. Состав натуральный ворс. Пони. Алюминиевое кольцо. Деревянная ручка. Так. Сейчас я вам ее найду. Наверное, надо было сразу все вынуть. Но я не такая умная, чтобы делать все заранее. Поэтому я делаю все здесь и сейчас. Вот. Вот эта кисть. Она, как видите, такая, как свеча. Как свеча. Но с коротким ворсом. Он довольно упругий, довольно мягенький. На самом деле отдает в какой-то фиолетоватый блик. И вот тут я вижу погрешность в волоске. Но она все равно незаметная. Потому что... Ну, типа кисти стригут. Почти вся. Ой, тут... Как это? Надо, наверное, их еще раз помнить. Вот. Короче, это кисть бочонок. Который работает как тушевочная кисть. То есть, ее можно, в принципе, и наносить, и растушевывать. Тут зависит просто от нажатия. Если ты проведешь очень легко, едва касаясь, ты можешь нанести и немножечко растушевать. Но тушевка будет довольно слабая. И надо будет брать, допустим... Подожди. Это новый лист. Это 135-я. Ну, короче, я потом посмотрю. Надо будет брать факельную кисть. Типа с длинным или средним ворсом. И тогда ее можно будет растушевывать. Типа вот это все дело. Да. Так. Сейчас. Я их выложу. Так. Это для карандаша. Или вот этого. Подожди. Это какой... А, нет. Подождите, подождите. Это не тот номер. Это 22-й я вам показывала. 22-й мы до него еще не дошли. А я вам показывала 37-й. 37-й. 37-й, да. Ну, типа, коробочка от 37-го. Ну, короче, тоже бочонок. Но это просто бочонок. Он вроде как тоже для нанесения, для тушевки. Я вообще, как бы, с того момента, как окончила курс, и думала, что меня может спасти только бочонок из натуральной. Из натуральной, коробочка. Козыли, помню. Но знаете, что у меня уже ничто не сбожет. Вот. Поэтому мы продолжаем. Я не помню, что я еще заказывала, потому что у меня этих кистей сейчас, ну, типа нормальное количество. Хорошо. Ну, вот. Этот бочонок, в принципе, он тоже самый, но он тоже самый. Все кисти те же самые. Это же кисти. Все похожи. Да ладно, нет, конечно. Короче, этот бочонок, он более упругий. И если, ну, короче, надавить, нажать, да, то он не будет идти как этот, да, этот немножко в сторону уходит. Этот просто в разные стороны. То есть им можно вот так вот растушевать. Тушевка получится уже не легкая, а плотная. Тушевка такая плотная. В плане того, что она очень хорошо растушуется, поэтому им нужно тушевать либо по краям, либо, если вы непосредственно наносите, то можно наносить на нижнее веко какой-то пигмент. Или вот очень аккуратно прорисовывать. Но лучше наносить на нижнее веко, потому что, типа, так удобнее. Далее. К31. Что у нас из К31? 153, 30. Ну, давайте уже тогда это, раз мы говорили о 22 номере Manly Pro, да, вот это вот кисти, кисточки. Которая как свечка. Короче, кисть круглая, плотная, для растушевки теней средняя. Используется для растушевки теней натурального рассказа, медное кольцо, деревянная ручка. Ну, в принципе, как вы видите, я старалась спасти себя всеми способами, но пока как-то непонятно. Ну, тушевка с этими кистями реально проходит гораздо лучше. Вот, от этой кисточки, в принципе, я в восторге, потому что ей можно даже межресничку так вот прорисовывать. Но, типа, блин, зачем я показываю на себе, если я на себе их почти не использую, потому что я не крашусь. Вот. Ну, короче, хорошее, мне нравится. Хотя есть то, что мне не нравится, я вам потом об этом тоже расскажу. Так, далее, что у нас вытягивается-то? К-31. Вот как раз вот она тоже. Факелообразная кисть, вроде как, с длинным ворсом. Кисть круглая, факелообразная, для растушевки теней используется. Для растушевки теней, блин. Состав натуральный ворс, коза, медное кольцо, деревянная ручка. Хорошо, что коза. По нее гораздо более колючая. А еще есть стрижная коза, она должна стоить, типа, дешевле, чем не стрижная. Это, кстати, не стрижная. Можно заметить по толщине волосков. Они должны быть у основания более толстые, на кончике более тонкие, но не за счет того, что, типа, там, с веса, за счет того, что они сами по себе такие. Вот, конечно, есть более дорогие кисти, у которых, скорее всего, какой-нибудь просто эксклюзивный ворс. Там ворс норки, ворс соболя, еще что-нибудь такое. Ну, бывает, да. Эта кисть реально используется только для растушевки теней, то есть наносить ей тени лучше не надо, потому что они могут лечь пятнами, типа, бла-бла-бла, все дела. Вам это надо, вам это не надо. Я ее взяла для того, чтобы, ну, растушевывать, короче, вот эту вот складку века, складку подвижного века, типа, уводить цвет в вуаль, в легкую дымку. Во-первых, тушевывать, растушевывать, перетушевывать между собой цвета, короче, все, что хочешь, но только тушевка. У меня опять вкус крови в носу, я умираю, я умираю. Короче, это К30, ну, К это, типа, индексы кисти, потому что это кисть. Вот, это кисть плоская, контурная для теней, используется для нанесения растушевки теней в прересничном крае. Натуральный ворс пони, медное кольцо, деревянная ручка. Вот, ну, в прересничном крае, это если тушевать вот так вот, типа, от межреснички до брови, ну, вот так вот наносить. Вообще, ей можно наносить, вообще, ей можно наносить, типа, какие-то кремовые тени, например, или супер блестяшки на какой-нибудь глиттерный праймер, чтобы они лучше легли, лучше держались. Ну, я обязательно, как бы, типа, снизу вверх или сверху вниз, если это нижние века, но на нижние века, как бы, в основном вот так вот наносить, типа, если это у меня смоки айс. Смоки айс могут наискосочек, там, ну, в общем, неважно, неважно. Вот, она тоже очень мягенькая, очень удобная, но ворс у нее более упругий, конечно же, чем у бочонка, я бы сказала, который, который, как свеча, у которого черный, ворс, с фиолетовым оттенком, вот, и в работе, я, по-моему, ее еще не использовала, но это не беда, поэтому, поэтому все нормально. Скоро используем, наверное. Вот, на этом с кистями все, переходим дальше, так, они были, да, они были еще упакованы, вот, конечно же, это бумажка от полотенца, которая, оказывается, открывается вот так. На этих штучках ничего не написано, ну, и хер с ними. Далее я заказала сетки для сушки кистей, приданием формы, как ни странно, 10 штук, вот такие вот, вот такие вот сеточки, вы можете заметить, что я использую их на некоторых своих кистях, ну, я уже показывала, тубус вначале открывала, ну, вот, например, кисть для нанесения тона маленькая, она подходит для работы в зоне, короче, глаз, но я, на самом деле, ею наношу тон по всему лицу, потому что это суперудобно, и в отличие от, допустим, кисти Лимани, да, я как-то на стриме, когда макияжик делала, вам говорила, что кисть Лимани очень сильно лезет, хотя это, ну, типа, дуофибра и натуральная коза, ну, типа, плохо и херово закреплено. И еще она отрывалась, если я ее не приклеила, короче, скорее всего, я ее приклеила, она вот тут вот отрывалась. И это болезнь многих кистей, на самом деле, которые идут в наборах, но я-то ее не в наборе покупала, типа, я ее отдельно покупала, типа, что с ней такое? В общем, ну, она тоже для нанесения тона, она очень хорошо наносила тон, пока не начала лезть. Начала лезть она где-то день на третий. Вам это надо, вам это не надо, а вот этот не лезет, вот этот все хорошо. Это сеточки для сушки кистей, но не только для сушки, в принципе, вы можете их носить в своем тубусе или в своей сумочке визажиста, для того, чтобы они сохранили свою форму. Конечно, для кистей вот такой формы они не подходят, я даже не знаю, что с ними делать, возможно, вы мне что-нибудь посоветуете, это типа кисть для нанесения хайлайтера и чтобы тень, осыпавшаяся, убирать с лица там лишнюю пыль всякую. Вот, ну, короче, это из натурального енота, она мне тоже нравится, она от Лимони, номер 6. Так, я не знаю пока, куда я это буду складывать. Я буду складывать это прямо здесь. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идут реснички, которые, по-моему, стоят 100 рублей, у меня еще и скидка была на все товары. Короче, ресничная лента, я не умею с ней работать, я умею, как оказалось, работать с накладными ресницами. Вот, вот это ресничная лента, сзади написано, собственно говоря, вы сами прочитаете, что я буду вам все читать, вы что, маленькие, что ли, читать не умеете? Ну, а для маленьких я сейчас прочитаю. Ресничная лента на тонкой, мягкой, прозрачной основе. Ресничная лента универсально подходит как для нарезки на пучки уголки, так и для нарезки на накладные ресницы под нужную длину глаза. Ну, то есть вы можете отрезать кусочек, пролепить себе уголок глаза, тихо радоваться жизни. А можете охренеть полку ска ленты себе на глаз налепить и ходить вот так вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Короче, улетать нафиг. Угу. Инструкции по применению. Отрежьте нужное количество ленты. Нанесите тонкий слой клея на основание ленты. Подождите 10-20 секунд, пока клей не подсохнет. Проложите ленту на основание ваших натуральных ресниц и слегка надавите от одного конца ленты к другому, пока клей не высохнет. Так, ну, изготовители вам читать не буду. Составь синтетический полимерный материал, идентичный натуральным ресницам. Клей в комплект не входит, срок годности не ограничен, не подлежит обязательному декларированию. Длина ленты 15 см, размер волосков 8, 10 и 11 мм. Собственно говоря, да, я все это тут вижу, но я не представляю, как это все будет смотреться на глазах. Мне вот надо попробовать, короче, и мне нужны подобные. Ну, я понимаю, что, скорее всего, это придется стричь эту ленту, то есть отмерить по глазу нужную длину, потом подстричь, потом намазать клеем, потом уже, короче, херачить в глазу и надеяться, что он не отвалится у вас вместе с этими ресницами. Я их заказала две штуки, потому что чем больше ресниц, тем лучше. Мы можем ими подметать пол, если что. Ну, на кого-нибудь наклеить и подметать. Классно же, классно. А потом, что это такое, я не понимаю. Сейчас мы посмотрим. Ну, как вы понимаете, я не все распаковала. На самом деле, все, просто я забыла уже. У меня такая память дурацкая. Вообще просто пипец. Это у нас, получается, пинцет для вот этих вот ресниц, для накладных ресниц, для накладных ресниц. То есть он, как вы видите, вот такой вот причудливой формы. Похож на лопатку для переворачивания блинчиков. Немножко. Или не блинчиков. Короче, на антипригарную лопатку для антипригарной сковородки, потому что все должно быть сочетаться. Если у вас антипригарная сковородка, скорее всего, у вас уже все антипригарное. Вот. Пинцет для пучков и накладных ресниц. Используется при наклеивании накладных ресниц и пучков. Состав сталь, сроганность не ограничен, бла-бла-бла. Все дела отлично. Теперь у нас есть чем клеить все это дело. Потому что техническим пинцетом я это клеить не буду. Технический пинцет у меня острый. Я им один раз себе пальц пробила. И я не представляю, что будет с глазом, если я... Ну, короче, полезу им в глаз. Это у нас. Клей для ресниц прозрачный. Manly Pro. Используется для прикрепления накладных ресниц и пучков. Срок годности, кстати, дата вскрытия 12 месяцев. Буду надеяться, что он лучше, чем клей с Алика, которым я пользовалась, пока наклеивала все ресницы для клипа, которые все равно потом отклеились. Я не понимаю, с чем проблема в клею или в ресницах. Буду надеяться, что в клею и этот клей мне действительно решит все мои проблемы с ресницами. Вот. Короче, написано, что он водонепроницаемый. Латекс ваш клей. Короче, он на латексе. У некоторых людей может на него быть аллергия. Вот. Это на самом деле плохо, но он лучше держит. Клер Байт. Но ты же сказал, что он прозрачный. Я не понимаю. Ладно. Не беда. Какая разница, если у нас есть тонна подводки, которую мы можем намазать просто на все лицо и охренеть, потому что на хрена мы это сделали. Она все равно не отмоется сразу. Придется намыливать лицо и тереть мочалкой, чтобы оно вообще нахер все сошло. Так. К этому не перейдем попозже. Я заказала шайтан-машинку для ресниц, которой я очень боюсь. Хотя некоторым она заходит. Короче, это для завивки ресниц. Ножнички. Они стоили, по-моему, 600 или 700. Я такие же, ну, покупала в фикс-прайсе, и они как-то лучше завивали ваши реснички. Они прям такие, как забор. Вот. Но эти, типа, щадящие. Они сделают нежный, нежный, нежный. Вот. Зажим для ресниц со сменными подушечками. Способ применения. Поднесите к глазу, равномерно просунув реснички между подушечками. Зажмите на несколько секунд. Я боюсь этого, но, типа, если наклеивать накладные ресницы или ленточные ресницы, вот эти ножницы для завивки ресниц, они, конечно, необходимы, потому что иначе будет расслойка, и будет видно, что накладные ресницы и свои ресницы, они не состыкуются, потому что накладные немножко вверх обычно повернуты, свои ресницы обычно немножко смотрят вниз, и, типа, вы такие вот, как будто у вас два рта, но просто один рот не работает. Очень печально. Далее. Далее я вам сейчас покажу еще несколько всяких интересных вещей, которые мне сюда положили. Даже, по-моему, пакетик есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Это что у меня? А, это я еще заказывала. Это, собственно говоря, называется The Bond Связь. Универсальный разбавитель косметики. Описание. Разбавляющее средство для сухих кремовых продуктов. Используется для разбавления загустевших кремовых текстур и для превращения сухих текстур в стойкий кремовый. Опа. Опа, опа. Сейчас будем показывать фокусы. Короче, это штука типа Duralime от Inglot, но стоит, на самом деле, по-моему, подешевле немножко. Inglot стоит в районе тысячи, ну, насколько я помню. Если я не помню, поправьте меня, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях. Но, типа, я не думаю, что кто-нибудь из моих подписчиков, ну, знает, сколько сейчас стоит Inglot. Это стоит в районе 700 рублей и, типа, тут 12 миллилитров срок годности. И, опять же, 12 месяцев с даты скрытия, но, насколько я помню, оно, типа, работает чуть побольше. Ну, типа, это если для себя. На других людях я, конечно же, не рискую пользоваться, типа, просроченной косметикой, потому что нахер это надо? Вдруг у них какая-нибудь реакция выскочит и, типа, в ней прилетит. Нет, спасибо. Я уж лучше перебзю. Перебзю. Далее. Ну, упаковочный материал, да. Сейчас покажу еще. Короче, я вот это оставила на потом, потому что, потому что мне прислали вот выравнивающая, увлажняющая база под макияж лунный свет. Это пробник. Это пробник, который, как я полагаю, кладется во все заказы, потому что он реально офигенный. И так как он реально офигенный, я вот это вот как раз купила в полном формате. Вот лунный свет, менли про, все вот так полагается, да. Все хорошо. Выравнивающая, увлажняющая база под макияж. Старзинг праймер. Короче, мой английский не очень хорош. Описание. Выравнивающая, увлажняющая база под макияж, создающая эффект подсвеченной здоровой кожей. Физически и визуально выравнивает рельеф кожи, облегчает нанесение и растушевку тона, слегка осветляет тон кожи, визуально сглаживает покраснение кожи. Отлично. Но, если вы будете использовать это на мулатах, будьте готовы к тому, что, скорее всего, типа, оно выпилит. Поэтому. Кто-то здесь расист. Ну, короче, зачем мне положили этот пробник, если я уже заказала их лунный свет в большой упаковке? Ну, реально большой. Я вам сейчас ее покажу. До 2023 года, кстати. Ну, опять же, срок годности 12 месяцев с дата вскрытия. Ничего. Как это где-то все скист. Вот. Вылезет оно прям красивенько. Вот. У нее есть удобный дозатор. Ну, мне очень понравилась эта база, потому что в прошлый раз, когда я ее... Ну, не ее покупала, когда я покупала косметоз, и мне положили эту базу и еще две шоколадки, разумеется, я сделала все, все, что мне дали. Вот. Ну, она, короче, очень хорошо легла, и тональник от Catrice, который для меня был очень сухим, потому что он, типа, с пипеточкой, и, ну, типа, он матовый. Есть два матовых тональника у Catrice, которые я знаю, типа, HD чего-то там, и, по-моему, Mad Max или как там называется. Ну, короче, вы видели эту стеклянную баночку без пипеточки, с дозатором. Ну, типа, с дозатором, без пипетки. Вот. Вот она мне подошла, потому что она чуть-чуть дольше сохнет, чем, короче, тон с пипеткой, и очень хорошо распределяется, по крайней мере, по жирной и комбинированной коже. А это для меня вот большой такой ключище. Вот. Короче, тут ничего... А, нет, 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 ни хрена нового не написано. Короче, все, что можно было прочитать, мы уже прочитали. Вот тут я вот даже не знаю, сохранять ли эту коробочку пока, ну, типа, что там охранилось или нет. Наверное, пока оставлю, потому что мало ли что там прибьет. Короче, мне еще дали стикер. Я его, пожалуй, наклею либо на лоб, либо на жопу. Вот. Короче, я не понимаю пока, что с ним делать, но реально, наверное, наклею ножок, похожу так пару деньков, может, он отвалится потом. Ну, если он, конечно, водостойкий. Дальше. Мне дали кучу макулатуры. Пакет, который не пакет, это, на самом деле, упаковка. Вот. Короче, куча макулатур, я буду ее зачитывать, вам это не понравится, поэтому лучше выключайте, наверное, если вы не любите, когда он читает. Как так можно вообще не любить, когда читают. Короче, это, на самом деле, реклама, вот эта вся макулатура. Они, видимо, развивали вот это все, пока был. Карантин? Насчет карантина шутить нельзя. Да, мне все сказали. Извините, пожалуйста. Ну, идите в жопу. Не, хорошо было в карантине. И сейчас тоже ничего. Ну, разве что сработало плохо. Ну, короче, неважно. Вельветскин, вот эта вот фигня, это, типа, реклама их тонального крема, который я не пробовала, ну, потому что он стоит, типа, ну... Ну, на самом деле, не так много стоит, но просто не пробовала. Если покупать их тональный крем, то надо покупать весь, и уже если идешь сразу в салон работать. Короче, матирующая, устойчивая тональная основа с эффектом мягкого фокуса. Новое тональное средство Manly Pro Вельветскин бархатной кожи станет идеальным выбором для тех, кто хочет стойкое покрытие без лишнего блеска. А вот как у меня, видите, да, это CC-крем и хайлайтер из магазина Твою. Хороший хайлайтер, мне нравится, все купила. Все два хайлайтера, которые были. Гулять-то гулять. Вот. Кожа благодаря этому тональному крему приобретает красивый бархатный вид, а степень покрытия от легкой до средней позволяет добиться идеально подходящего вам эффекта выравнивания общего тона кожи. Легкая воздушная текстура в Вельветскин бархатной кожи подходит для любого типа кожи и любого способа нанесения. То есть вы можете просто упасть, ну, намазать это все, там, подушку, или пол, короче, вот этим тональным средством, упасть вот лицом в пол, и все, типа, вы будете идеальны, прекрасны. Можете жопой коня накраситься, на ней тоже такие тонкие волоски, маленькие, знаете, такие шершавые, как на кисточках таких, ну, типа, не таких, короче, бочонках там вот этих вот всяких, для нанесения теней маленьких. Короче, просто можно жопу коня намазать тональным кремом, в нее потереться, и тоже, кажется, все распределиться. Я так, конечно, не делала, но если вы будете так делать, пожалуйста, запишите видео, я хочу посмотреть результат. Матовое, матовое, матовое покрытие, матовое покрытие, которое при этом смотрится, как живая кожа, матовое. Очи, пятка, может быть. Специальная обработка пигмента в составе создает на коже эффект мягкого фокуса, сглаживая неровности кожи. Стойкий эффект кожи выглядит идеально на протяжении всего дня. Шесть оттенков с нейтральным подтоном позволяет добиться идеально ровного цвета кожи. Давайте дальше. Это у нас Zero Step, нулевой шаг. Нулевой шаг, это очень важный шаг, короче, у визажистов, потому что он означает полную дезинфекцию. Дезинфекция кистей, дезинфекция рук, дезинфекция своей бренной, прожженной души, потому что визажист это тоже художник, у него тоже есть кисти, у него тоже есть краски, он тоже пишет, значит, ему можно дезинфицироваться, все нормально. Вот. Дезинфицирующая уходовая пенка для рук. Каждый визажист должен соблюдать правила гены и дезинфекции в работе, поэтому пенка Manly Pro Zero Step, нулевой шаг, обязана быть в кейсе каждого мастера. Удобный дозатор и небольшой размер, всего 35 миллилитров, сделает использование максимально удобным, а приятный легкий аромат, который оставляет пенка после применения, оценят и клиенты, и модели. То есть ваша модель после применения вот этой пенки будет просто сидеть и нюхать ваши руки, такая. Типа съебись, пахнет, блядь, можно мне лицо этим намазать? А вы такие, нет, она разъедает кожу, они такие. Чё? И всё. И вам уже нечего будет красить. Короче, заебись, пенка берите. Основное действующее дезинфицирующее вещество современный европейский антисептик актинида диглохлорид, блядь. Как будто нахуй послали, просто вот так взяли и послали. Он не токсичен и не обладает местным раздражающим эффектом. А, ну то есть просто кожа от него не сгорит и уплывёт, да, а просто отвалится так. Ну, не, я шучу, конечно. Ну, просто не стоит смазать им лицо. Окей? Вот. Дезинфицирующий эффект наступает в течение 30 секунд, после нанесения сохраняется около часа. То есть, если вы внезапно потрогаете какашку, у вас дезинфицирующий эффект всё ещё сохранится. Или если вы внезапно красите бомжа, вы можете просто им облить его, ну, типа и всё. Заебись. Бомж целый час будет чистый. Ну, конечно, я, наверное, очень плохо шучу сейчас. Ну, просто после песен сатана печёт блины как-то лучше не пошутишь. Комплекс увлажняющих компонентов, включённых в состав пенки, заботится у кожи рук, делая её гладкой, увлажнённой и мягкой. Полусахарид полулан обладает на коже... Образует на коже... Короче, заново. Полусахарид полулан образует на коже невидимую дышащую плёночку, которая защищает кожу рук, а экстракт воробейника способствует заживлению микротрещин. Заебись, можно жопой на себе мазать. Дезинфекция, заживление... Ты меня натолкнула на одну мысль. Чего? Если у кого-то геморрой, он может этим воспользоваться. Далее. Вот у нас вот идёт... А, вот такая вот прекрасная водичка. Менлипро, пожалуйста, обратите на меня внимание. Если вы будете присылать мне ваши продукты бесплатно, я могу вас рекламировать. Миракл Ватер, волшебная вода. Почему Миракл? Миракл Ватер, волшебная вода. Мицеллярная вода для снятия стойкого макияжа с комплексом натурального увлажняющего фактора и природной розовой водой. Природная розовая вода тонизирует кожу, выравнивает её подтон, уменьшает покраснение. Присутствие в составе сложного комплекса аминокислот, входящих в естественно натуральный увлажняющий фактор кожи человека, оказывает увлажняющее действие. Прибиотик способен нормализации природной микрофлори кожи, делая кожу менее чувствительной к агрессивным факторам внешней среды. Всё, покупаю. Заверните всё, всё, что есть. Продам обе почки. Куплю себе мицеллярные водички. Поздно пить боржоми, если почки того, этого. Короче, тут, собственно говоря, использование ресничек. Как вы можете заметить, да, вот инструкция. Я не знаю, там... Вот тут написано, как делать нельзя. Понимаешь? Как делать нельзя, как нельзя. Вот тут зачеркнуто, вот всё, что нельзя делать. Всё, что можно делать, оно вот сверху. Вот. И всё, что вам понадобится для использования ваших ресниц, тут тоже всё есть. Понимаете? Какая хорошая, полезная компания. Какие нам полезные буклетики делать прям. Так, ну ладно, это накладная на... Сколько там? 12 позиций. Оплата, да? Скидка. Ну вот, короче, я могу вам даже цены назвать. Короче, клей для ресниц мне вышел в 477 рублей. База под макияж 1350. Ну... Зажимый для ресниц 333 рубля. Пинцет для пучков 306 рублей. Универсальный распространитель косметики 909 рублей. Вот, короче, в общем, мне вышло всё это... Неважно во сколько, я, в общем, продала всё, что могла продать. Просто, чтобы купить ещё немножко кистей. Короче, есть вот такая вот инструкция, называется, очищение, хранение и уход за кистями Manly Pro. Вот. Она разворачивается. И тут мы можем увидеть, что очищение кистей экспресс-очистителем тоже можно делать. У меня вместо этого экспресс-очистителя какой-то этот тоже дезинфектор спрей, я не помню, как он называется. Но его можно купить в любых косметических магазинах. Ну, тип нормальный. Мне его порекомендовала учитель по визажу. Экспресс-очиститель Manly Pro идеально очищает ворс кистей от любых, даже стойких текстур, дезинфицирует кисти и оставляет аромат цитрусов. Этот способ очищения предназначен для ситуации, когда нет времени и возможности помыть кисти с мылом Manly Pro. Ну, типа опять реклама, но на самом деле можно помыть кисти типа детским шампунем, потом можно немножко намазать кондиционер на натуральные кисти, они станут мягче, и всё будет отлично. Вот. Как-то так. Ну, типа, да, лучше мыть кисти, чем обрабатывать их экспресс-очистителем, потому что экспресс-очиститель всё-таки в каком-то смысле не то, что портит кисти, да, но он всё не вымывает. Он вам продезинфицирует или, да, там, очистит, ну, так более-менее, но всё равно лучше хотя бы один раз в неделю или, там, один раз в две недели, если у вас совсем нет времени. Ну, короче, лучше их мыть, да. А лучше мыть, если вы визажист, типа, если вы пользуетесь экспресс-очистителем или салфетками очищающими, ну, используете на клиентах, да, там, между клиентами, чтобы, ну, кисти долго не сохли, то лучше в конце дня просто помыть всё. Блин, я столько уже здесь сижу и болтаю, что реально устала, мне ещё пришлось домашку сдавать, тоже, с видео, блин. Короче, вот тут как ими пользоваться, то, что нельзя протирать... Нельзя протирать очистителем ручки кистей, потому что они могут, типа, слезть, отвалиться, там, всё дела. Очищение кистей сухим способом, с губкой Manly Pro, ну, типа, это, конечно, реклама продуктов, ну, в принципе, в принципе, она может быть полезна, если у вас нет никаких вариантов, больше, кроме того, как мыть кисти водичкой, то есть под краном, да, там, все вот эти вот дела, а вы хотите просто быренько почистить всё и дальше красить. Вот, дальше хранение кистей и уход. Кисти рекомендуется хранить в специальных чехлах и футлярах, ну, просто реально их так удобнее хранить. В футлярах даже чуть лучше, чем в чехлах, потому что у футляра есть, ну, как мы видим, вот такие две половиночки, да, которые соединяет резинка, прямо как стринги, блин, но в эту часть вы можете класть свои использованные кисти, грязненькие кисти, чтобы они не пересекались с чистенькими, не валялись на полу, не валялись на столе, не валялись вообще нигде, стояли в тубусе. И их потом можно будет просто протереть, опять же, салфеточками, там, обработать этим спреем, почистить все эти кисти и поставить в правильную часть тубуса, то есть где у вас стоят, собственно говоря, все чистенькие кисти, закрыть и свернуться, пойти, пойти домой. Всё, всё отлично. Вот, для больших пушистых кистей используйте специальные сеточки для сохранения формы. Собственно говоря, как я и делаю, я вам это уже показывала, и, может быть, я все остальные кисти свои в такие же сеточки пихну. Вот. А для кистей из натурального ворса рекомендуется раз в неделю наносить на ворс маски или кондиционеры для волос на 10-20 минут для поддержания мягкости ворса и предотвращения ломкости. Кстати, вот о чём я вам, собственно, говорила, это способ реально рабочий, реально действующий, и вам, если у вас есть натуральные кисти, реально следует им воспользоваться. Не знаю, правда, как на художественных кистях, типа, это как-нибудь действует, работает, не работает, но на кистях для макияжа это реально работает, так что давайте вперёд, в путь с песней делаем. Вот. Как нельзя делать? Нельзя хранить кисти рядом с устопчечником тепла, то есть не ставьте их у батареи, потому что ваши кисти могут устать от тепла, у них может потечь клей, который у них в этих вот... Как это называется? Блин, я не помню. Я всё записываю, но я не знаю, не помню. Короче, может клей вот тут потечь, или клей вот здесь у основания, как бы, самой кисточки, у места, где ворс собирается, короче, клей может растопиться, и у вас кисть придёт просто в самое что ни на есть негодное состояние. Нельзя допускать перепадов температур. То есть не устраивайте кистям контрастный душ, они этого не любят, они не любят этого. Дальше, инструменты для мытья кистей, ну, собственно говоря, мыло и перчатка, ну, это, опять же, рекламка, да? Вот. Мини-перчатка усиливает образование пены, улучшает качество мытья. Ну, вот вы видите, да, вот тут перчаточка такая. Собственно говоря, у кого есть кисти для макияжа в большом количестве, кому не жалко на них тратиться, у них, скорее всего, есть такая перчаточка, и они ей активно пользуются. Действительно, она очень удобная, но если вам, ну, как бы впадло покупать такую же штуку или доску для мытья кистей, вы можете просто взять какую-нибудь пластмассовую защечку, купить клей-пистолет, который этим пластмассовым, короче, клеем фигачит резиновым, и просто разную форму сделать вот этой штукой, и она будет действовать фактически абсолютно так же. Вот и всё. Намочите ворс кисти так, ну, это, короче, способ применения. Мне кажется, мне его не надо абсолютно зачитывать. Дальше тут сушка кистей. Расправьте влажный ворс кисти, придав ему правильную форму, предполагаемую моделью кисти. Оставьте кисть сушиться на ровной поверхности, на бумажном или тканевом полотенце, или ворсом вниз специальную подставку для сушки кистей Manly Pro. Вот, я не знаю, что у них за подставка. Я её вроде как даже не видела у них в магазине, но, может быть, я просто плохо смотрела. Мне перепало полотенце, поэтому я даже, наверное, не буду её смотреть, и буду активно пользоваться этим полотенцем, потому что он такой мягкий, такой приятный. Как нельзя делать? Нельзя сушить ворс феном или вблизи радиаторов отопления. Нельзя сушить кисти в положении ворса вверх. Да, нельзя, потому что у них вот этот вот, опять же, вся водичка, которая находится на ворсе, она стекает в ручечку вот эту вот, да, я, кстати, не знаю, эту ручку можно открутить или нельзя. Давайте попробуем, или лучше не рисковать. Ладно, не буду рисковать, короче. Просто всё ещё. Нормальная кисть. Реально хорошо тушует тоннельник, но по заявлению, типа, как она была заявлена для пудры, она просто никакая. Вот. Короче, вода стекает в эту хрень. Здесь размокает клей. И может размокнуть ручка. Ворс начинает лезть. Короче, может слететь черенок и всё такое, в общем. Все такие вот дела. Вот. Далее. Далее, что я ещё хотела сказать? А я не помню, что я хотела сказать. Наверное, наверное, на этом всё. Да? Нет. Нет. Есть ещё одна маленькая новость. Я научилась прессовать палетки. Прессовать тени. Это моя первая пробная палетка. Я тут поэкспериментировала немножко. Но, как вы видите, она уже не очень чистенькая. Короче, я тут перепутала пропорцию. У меня один цвет. Угадайте, как он называется, если вы вообще интересовались этой темой. Он, короче, кремовый получился. Кремовый. Так что... Ну, типа, я её себе оставлю. Потому что я вроде как говорила, что у нас там будет розыгрыш. Особенно, если наберётся 100 участников. Если 100 участников наберётся, розыгрыш вообще сразу будет. Вот. Поэтому, поэтому... Давайте наберём в группе с косметозом 100 участников. А на только выступайте, если вам это реально интересно. Потому что минеральная косметика, тип ручной работы, все дела. Тра-ла-ла. Вот. Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть задник палетки, которую мы будем разыгрывать. Ну, собственно говоря, я просто взяла новую такую штучечку. Штучечку. Вот. Как вы можете заметить, они немножко разные. Я тут по-разному расположила стразик. Это, кстати, очень блестящие стразы. Почти сваровские. Вот. А сзади у нас будет вот такая вот штукенция. На которой я, конечно же, буду всё писать вручную. Потому что я не собираюсь печатать только одну палетку. Я хочу делать их разными. Запрасывать все 80 с лишним оттенков, которые у нас есть. И тихо радоваться жизни. По крайней мере, некоторое время. Вот. Вот. Если вам это интересно, конечно же, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Или дизлайк. Размещайте его где-нибудь. Вообще пофиг где. Хоть на портхабе, если у вас есть доступ именно к размещению. И, собственно говоря, всем до встречи. Всем пока. Чё-нибудь будешь вырезать? Если бы я сейчас чем-нибудь торговала, клиент бы купил. Удобный дозатор. И небольшой размер. Всего 35. Сделать использование максимально удобным. А приятный легкий аромат оценят и клиенты, и модели. То есть ваша модель после применения будет просто сидеть и нюхать. Такая. Типа съеби, пахнет, блядь. Можно мне лицо этим намазать? А вы такие, нет. Она разъедает кожу. Они такие. Факелообразная кисть. Вроде как с длинным борсом. Я бы пошутила, но это не к месту. Но не таким длинным, как мой член. Не смотри на меня. Я вижу твои глаза. Они блестят. Из-за кольца. Анального. Простите. Вылезет оно прям красивенько. Вот так. Как будто в баночку просто накончали. И вы этим будете мажутся. Мы это вырежем? Хорошо. Спасибо. Хорошо. 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 Продолжение следует...